Всем привет! Сейчас осень, самое время для ловли морского карася. Сегодня у нас сэрфкастинг на эту рыбу. Морской карась или на греческом саргос. Это деликатесная рыба, очень вкусная. Сейчас осенью она набирает жир, она очень вкусная на углях. Цена на нее в магазинах больше, чем на Дораду. В спокойное время она отсиживается в пещерках под камнями, небольшими стаями, обычно на больших глубинах. Но как только меняется погода и начинается шторм, что обещали сегодня кстати, она выходит из пещер и идет на питание, где она ищет червей, мидий, ракообразных. В еде она неразборчиво, ест все подряд. Но рыба очень хитрая, можно сказать даже умная. Как пресноводный карась, мудрая. Сейчас я насажу одну сардинку. На нее очень хорошо ловится луфарь, лаврак, осьминог, кефаль может попасться. Но я больше ее забрасываю днем для качества подкормки. Она очень запашистая и очень любит рыба разная, запах. И вообще на сардинку мы про сардинку снимем отдельное видео. Вот примерно вот так. Сардинку. 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 Злесет. Из킨 з essentially пень. Все, ждем. Понял. Илья Айяция spannend. ОрмMusik. У Wow. Вот осьминог попался на сардинку. Красавец. Ну, примерно 700 грамм. Если бы меньше полкило, то надо было бы выбрасывать в море. Кефаль попалась на сардинку. Сейчас в этом месте появилась луфарь. Это хищная рыба. Надеюсь, она нам не испортит рыбалку. А вообще на саргоса можно рыбачить и поплавочной рыбалкой, но это лучше делать в темное время суток с камней. Это отдельная тема для разговора. Мы еще об этом снимем видео. Если вам не удалось купить червей, то можно попробовать саргоса вот на эти вот присуски. Эти моллюски. Сейчас я его достану. Вот он, этот моллюсок. У него жесткое мясо и саргос его с удовольствием ест. Вот это вот мясо ножичком снимаете и можно в зависимости от размера или разрезать или целиком насаживать. В крайнем случае можно попробовать рака отшельника, но это немножко хуже. Они водятся вот в таких местах. Сейчас я вам покажу. Ну вот, например. Вот здесь живет рак отшельник. Вот это вот надо разбить и достать его оттуда. Он тоже насаживается. Он немножко похуже, чем черви. Ох, вот здесь их много. В такую погоду ловится любая рыба. Это лаврак, морской карась, осьминоги, луфарь. Вот одна луфарь по дороге у меня рыбку откусила. Вот такая зубастая. Погода хорошая, но в такую погоду сейчас волна еще будет сильнее. Очень трудно рыбачить, поэтому удочки должны быть большими. И груз должен быть от 100 грамм и выше. Вот чайки разыгрались. Ну вот катушка вот такая вот крупная для серфкастинга. Удочка вот эта 4,50. 170 грамм. Ну и поводок у меня вот такой вот. Такого типа. Я его сам делал. Вот так вот грузило перемещается. Здесь карабин. Один метр поводок. И вот сюда насаживаю червя. Червя насаживаю белого. Такого. В принципе я его насаживаю с иголочкой. Вот с такой. Целого. Давайте я сразу покажу вам. Вот так вот. Вот этот червяк белый. Тьяс на греческом. Он хорошо очень идет на Заргоса. Морского карася. И на Дораду. Цепура на греческом. Также его очень любит землерой. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 Осьминог был, килограмм полтора. Субтитры создавал DimaTorzok Подожди, я тебе покажу. Поймалась на белого червя. Ну и весит она примерно полкило. Может чуть больше. Ну вот эти землеройчики, мурмура. Ну и вот это главный трофей. Заргосы. Очень вкусная и желанная рыба. Ну в принципе все. Мне сегодня очень понравилось на море. Мы поймали нормальную рыбу. Всем пока. Подписывайтесь. Ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok